Всем привет! Меня зовут Саша Лунёва и, пожалуй, можно начинать. We need a glass of water или I cooked for my exams. I very much like English. И вот вроде все слова на английском, и кажется, что мы понимаем, что ученик хочет до нас донести, но, к сожалению, native speaker не поймёт. Да, сегодня мы будем говорить именно о той вещи, когда ученик переводит с русского на английский дословно все свои мысли, то, как он думает. Я думаю, у каждого учителя есть такие ученики или были, и опыт такой присутствует. Поэтому, если да, присылайте плюсик в комментарии. Что же с ними делать? Возникает вопрос. Но, в первую очередь, с такими учениками лучше всего напомнить о базе. Как правило, мы такие ошибки слышим именно в устной речи учеников. Поэтому мы даём ученику договорить, а потом вежливо напоминаем, что у нас в английском языке есть свой порядок слов в предложении. И вместе с ним вспоминаем, какой же он, что сначала у нас подлежащий, сказуемый и так далее. И пытаемся построить предложение на английском языке. Как правило, такие ошибки возникают у учеников. Они хотят также на английском, но пока у них нет достаточного для этого знания, ресурсов языка. Поэтому получается то, что получается. Таких учеников нужно немножко притормозить и попросить их выразить свои мысли максимально простым способом, простыми предложениями. Объяснить, что да, когда вы станете более опытным учеником, у вас будет лучше получаться. Тогда вы сможете явить свои мысли во всей красе. Следующий момент. Вот вы вспомнили структуру предложения. Вы уже, пока ученик говорил, вы писали себе ошибки. И тогда вы можете попросить показать ошибку и сказать, а здесь всё правильно, а давайте переделаем так, как это должно быть. Очень важно, чтобы вы не просто говорили ученику, это неправильно, скажи вот так. Надо, чтобы ученик это понимал. Это минимизирует повторяемость таких ошибок в будущем. Если вы понимаете и знаете ученика уже давно и понимаете, какие у него ошибки самые частотные, то будет хорошо, если вы с ним договоритесь, что, например, когда вы совершите очередную ошибку, я сделаю грустное выражение лица или покажу вам какой-нибудь предмет по машину. То есть вы договариваетесь о системе исправления ошибок, чтобы ученик знал, что вот именно на эту ошибку будет, вот бывает такая реакция, и её ошибку нужно исправить, построить предложение верно. Другой момент, который очень может помочь, это когда вы не хихикаете над ошибками, которые допускают ученики, потому что я соглашусь часто, они действительно забавные, мы так на английском никогда не скажем, а мы просто не понимаем. Мы можем объяснить ученику, что вы, как русскоязычный преподаватель, всегда его поймёте. Основную мысль, всё, что он хотел донести, даже на ломаном английском. Но в момент общения с native speakers для них это будет, вероятнее всего, совершенно непонятный набор слов. То есть, ой, идея потеряется и не донесётся совсем. Поэтому в какой-то момент вы говорите так, а теперь я буду вашим native speaker. Если ученик составляет свое витиеватое, отлично построенное на русском языке, английскими словами, предложение, то вы немножко его останавливаете и говорите «Sorry, I don't understand. Could you repeat, please?» Это работает, ученик понимает, что вы не просто вредничаете и не хотите его понимать, а что нужно переделать. И он переделывает. С помощью чего? Естественно, вы, опять же, если вы давно работаете с учеником, знаете его особенности, частотные слова, которые он использует, какие-то дать в английском языке, чтобы они были у него перед глазами, чтобы он понимал, куда обращаться, смотрел. И, опять же, напоминать «Sorry, not this word, that one, pay attention». И так далее. Стоит также напомнить, потому что у меня действительно есть ученик, который всё время сердится. Мы выучили слово «такое-то», у него одно значение, а вот в словаре написано другое. Какому верить? Напоминаем, что в контексте русские, английские любые слова меняют своё значение, и поэтому нам важно подбирать слово в зависимости от контекста. Это тоже важный поинт, который ученикам нужно подсветить. И тут мы как бы переходим к более высоким уровням. У них тоже случаются такие проблемы перевода дословного с русского на английский язык. Например, тут мы вспоминаем и с удивлением для себя узнаём, что accurate – неаккуратный, intelligent – совсем даже не интеллигентный, и purple обозначает вообще другой цвет, а для учеников это может быть открытием. Поэтому с высокими уровнями мы тоже напоминаем им, что не всё так просто, и нужно следить за этими моментами. И, в принципе, можно использовать все те же самые приёмы. Но, естественно, как бы подсвечивает, что вот здесь перефразируйте, вот здесь скажите иначе, и это тоже будет работать. Есть ли у вас какие-то вопросы? Я с удовольствием отвечу на них в комментариях. На этом, я думаю, всё. Начинаем учить учеников думать на английском. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.